В последнее время не только медицинские работники, но и обыватели нередко произносят слово «корь». К сожалению, случаи заболевания, пусть и единичные, но продолжают фиксироваться в стране. А это значит, что угроза заражения остается. Как следствие, остается и риск появления грозных осложнений. Корь – это инфекционное заболевание, вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. И опасна она как раз-таки для детского населения своими последствиями, осложнениями в виде паранхитов, энцефалитов, бронхопневмонии. Идет бактериальное присоединение, и тогда уже тяжелее с этим справиться симптоматически. Вовлекаются не только органы дыхания, но и нервная система, сердечно-сосудистая система. В анамнезе тех, кто подвергся атаке кори, нередко можно найти отказ от прививок. Между тем, именно благодаря широкому охвату и проведению массовой вакцинации, болезнь удается держать под контролем не один год. К слову, это касается и многих других заболеваний. У нас делаются прививки против туберкулеза, вирусного гепатита B, коклюша, дифтерии, столбника. Делаются прививки против полиомиелита, кори, краснухи и эпидпаратита. Это все те прививки, которые входят в национальный календарь первопрививок. Это плановая иммунизация, но есть еще иммунизация по эпидемическим показаниям. То есть в очагах инфекции также проводится иммунизация. Допустим, от клещевого энцефалита также можно прививаться, от пневмококковой инфекции, от гемофильной инфекции. Доктора настоятельно рекомендуют вакцинацию как надежную защиту от болезней. Иммунизация внесла весомый вклад в ликвидацию отдельных инфекционных заболеваний, ранее уничтожавших целые населенные пункты. Конечно, как любая медицинская манипуляция, прививка требует подготовки и внимательного отношения. Однако под контролем специалистов, которые учтут все нюансы, показания и противопоказания, польза ее очевидна. Прививка защищает, и на самом деле длительно, и может быть немного меньше кто-то засомневается, что когда я заболел, я более защищен, переболел и защищен. Возможно, да, более сильный иммунитет после перенесенного заболевания. Однако в данном случае прививка позволяет, не претерпев вот эти клинические испытания, защитить себя более легким и надежным способом. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Букт-ТВ.